Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Они прочитали, что все содержание того, что на небе берется земли. Вот никогда вам не приходило в голову, что показывает Христа с Божьей Матерью? И это, так сказать, очень похоже на картину молодой матери с ребенком. Или там преподобные, такое понятие. Что значит преподобные? Если один треугольник подобен другому, то другой подобен первому. Поэтому преподобные они то ли потому, что они там наверху и мы им подобны, или они там наверху потому, что они нам подобны. Поэтому это, так сказать, то, что кажется очень, так сказать, далеким и очень страшно противостоящим, а именно противостоящие наиболее близко соприкасаются. Правильно? Потому что они чего? Противоположности. Противоположности находятся в единстве. Просто я читаю... То есть вы бы на месте Маркса Энгельса не стали? Ну, наверное, нет. Понятно, что я рассуждаю с точки зрения 21 века и все остальное, но он там просто, как я себя вижу, он просто идеалистически сравнивает, соответственно, Бога с человеком. Просто сравнивает и все. И что в результате этого сравнения получается? На основе этого сравнения он говорит, что Бог, в принципе, тот же человек. Ну вот и материализм в этом и состоит. И все из этого материализма, Александр? Да, конечно. Нет, просто до 19 века, в нашем веке, в 20-21, таких открытий не было. Это тысячелетняя история всего человечества, взгляды человечества были пересмотрены, когда люди сказали, что... А вот возьмите сейчас, вот мы будем говорить, говорим сейчас о всеобщем, особенном, единичном... А вы начали записывать, да, Степан Семенович? Ну так, а возьмите вы в религии там и Бог-отец, и Бог-сын, и Бог-святой Дух. То есть та же самая картина. Причем, посмотрите, у Гегеля они не раздельны, всеобщие, особенно единичные, это не три отдельных какие-то. А вот идет сегодня как раз у нас... Моменты. Моменты. Да, моменты, но не просто моменты. У нас вот сегодня картина всеобщего, потом, когда вот он обрисовал эти три момента, он взялся за всеобщее, да? Вот давайте мы это всеобщее будем сегодня рассматривать. Ну что мы в результате рассмотрения всеобщего получаем? Когда мы берем его с определения, с определенностью, мы получаем особенное. Мы получаем не второе какое-то, а это же всеобщее начинает так вместе со своей определенностью выступать как особенное. Так оно остается всеобщим? Ну да. Остается. Ну а дальше вот это особенное вы начинаете рассматривать. А что значит рассматривать? Если вы его ничему не противопоставляете, никакие определенности его не берете, тут отрицания нет. Но если вы берете какие-то определенности особенного, что у вас получается? Допустим, множественность особенного. Вы из этого множественности особенностей что-нибудь возьмете, какое-то единичное. Вот и все. И у вас будет отрицание этого самого особенного. Раз отрицание вот этого особенного, вы получите единичное. Но отрицание особенного, именно потому что особенное есть отрицание всеобщего, есть возвращение к всеобщему. Вот вам и Бог Отец, и Бог Святой Дух. Пожалуйста. Это всеобще выполняет и ту, и другую роль. То есть, вот скажем, это же книга идеалиста, он говорит. А потом он переходит вот тут, в этом же месте, вот в этом же разделе, который мы с вами изучаем, говорит про роды. Что вот этот род проявляет себя в чем? Вот он себя так, так, так проявляет в каких-то видах. И это не другие какие-то роды, а это тоже род, но род как вот этот вид, род как вот этот вид. И в природе количество этих видов может быть самым разным. И ничем не ограничено, и ничем не предустановлено. Но он ссылается здесь, впрочем, не на уже данные откуда-то сверху, а прямо данные из исследования природы, тоже Гегеля. Поэтому у Гегеля мы находим точно так же много всяких вещей, которые тоже могли бы нас подтолкнуть к тому, чтобы говорить о материи. Например, а ведь они гегельянцы были, Марк Энгельс. Ну, значит, у них уже есть какая-то предпосылка была, ну вот на странице 35 написано, конкретное, доставляемое нам созерцанием, нам, людям, созерцанием нашим, не каким-то там божественным и теоретическим. Есть тотальность. А что такое тотальность? Это целостность. То есть не какие-то мы кусочки видим, а мы способны познавать мир во всей его целостности. Что Гегель пишет? Так надо понимать? Так. Составляемое нам созерцанием есть тотальность, ну, чувственная тотальность. А что значит чувственная тотальность? Данные нам в ощущениях, как написано у Ленина. Так, чувственная тотальность. Это же не такая тотальность, которая есть, но она не постигается нашими органами чувств. А нет, ну, постигается. Некоторая реальная материя, безразличная существующая, в неположенном пространстве и времени. Ну, уже, так сказать, вот, ну, если у Гегеля просится уже этот материализм, то у Фейербаха он, так сказать, в более резкой форме сказано. Фейербах взялся за религию. Что касается религии, так сказать, видимо, более аккуратной Гегеля, старается особенно не затрагивать, чтобы не было проблем. Вот. А Фейербах, он прямо сказал, что всё, речь идёт о человеке, но он изображается в виде какого-то вот существа на небе. Ну, это мы его изображаем. Мы же его изображаем, люди. Но раз мы его изображаем, то он есть наше изображение. Вот это, вот это вы никуда не уйдёте. И вот, скажем, Гегель это не может опровергнуть. Он прямо это говорит, что вот то особенное, которое мы получаем, не надо брать, вот, я как раз сегодня, у нас совпали, так сказать, можно сказать, стремления, не пойти дальше, так сказать, к следующим темам, а становиться на вот этих вот, особенным и всеобщим. Здесь это особенное, оно не лежит рядом, вот, я так сказать, вот это всеобщее. А это вот свойством всеобщести не обладает, это некоторые говорят, нет. Он берёт это всеобщее с определённостью, и тогда он получает, что? Особенное. Особенное, но остаётся всеобщим. Вот, оно остаётся всеобщим и выступает как особенное. Теперь вот это самое особенное, которое является всеобщим, но с особенностью, рассматривается ещё с каким-то отрицанием. То есть, вот, какой бы вы ни взяли определённость, любую, можно ещё дальше дробить, взять ещё какое-то отрицание и отрицать вот эту определённость, имея в виду какую-то ещё другую. И это будет что? Это будет третий элемент или никакого тут элемента нету? Элемент тут один, здесь рассматривается всеобщность. И эта всеобщность рассмотрена как особенность, а особенность рассмотрена уже как единичность. Но это означает, что вы просто вернулись, раз вы отрицаете особенность, то вы, между прочим, в этой единичности вернулись к чему? К всеобщему. И как называется такое вот всеобщее, к которому вы вернулись после отрицания особенного? Единичное. А? Единичное. Как? Единичное. Ну, единичное, это правильно то, что вы сказали, я не могу сказать, что неправильно. Но это вот имеется другое обозначение того же самого, которое сопровождает и выражает, что произошло. Это конкретно всеобщее. Это же всеобщее. Мы же всеобщее рассматриваем. Был вот первый шаг. Это было отрицание всеобщего, получили особенное. А если мы его уже снова получаем, уже с двумя отрицаниями, это уже конкретно всеобщее, а не просто всеобщее. А вот раз конкретно всеобщее, вот мы и получили определенное, причем эта определенность не отделена от тех, которые находятся, какое-то бытие по отношению к этому бытию. Так было у нас учение о бытии. Вот бытие, вот его определенность. Оно же, это же самое особенное или это же самое всеобщее, выступает как особенное, выступает как всеобщее. Ну вот, скажем, вот здесь мы все сидим, родные люди. Так, во-первых, мы здесь, каждый находится в определенном профессиональном положении, правильно? То есть каждый занимается профессиональной какой-то работой, каким-то видом деятельности. Занятие каким-то видом деятельности является отрицанием всеобщности? Вы не всем же занимаетесь, и я не всем занимаюсь. Мы все здесь занимаемся чем-то таким особенным и выступаем как особенное. Но, выступая как особенное, мы вот в своих действиях, в своих выступлениях представляем собой людей, которые в системе разделения труда занимают определенное место и тем самым участвуют в чем? В том, чтобы это было не просто разделение труда, а еще и соединение. Если это такое разделение, после которого так разобрали механизм на какие-то элементы, что уже не смогли собрать, то таких работников желательно не иметь. То есть, речь идет о том, что мы разбираем это все, все, что нужно для общества, но оно же должно и собраться в этом отношении. Отсюда, вот скажем, наши занятия науковой логике, они имеют особое значение. То есть, мы напрямую обращаем свое собственное внимание на то, что мы вообще-то представляем всеобщее. И это представлять, чтобы представлять всеобщее, вовсе не нужно забыть о том, кто вы как единичное, правильно? Потому что единичное – это отрицание особенного, а особенное – это отрицание всеобщего. Вот посмотрите, до этого у нас единичное, особенное, всеобщее были просто три. Они висели в воздухе или где-то в сознании. А тут строго, строго одно за другим, особенное как отрицание всеобщего, то есть всеобщее как особенное, а потом отрицание этого самого особенного как единичного, а это единичное как возвращение к всеобщему. И получается у нас сколько всеобщих? Ну, вообще говоря, три. Но наиболее такие популярные и позитивные – это какие? Это А. Абстрактно всеобщее? Собственно, всеобщее такое вроде бы. Вроде бы оно самое чистое. Так от чего оно чистое? Оно чистое от своего содержания. А конкретно всеобщее? То есть, когда два отрицания здесь – сначала отрицание абстрактно всеобщее, и мы получаем вот это самое особенное как всеобщее, или всеобщее как особенное. И потом возвращаемся к абстрактно всеобщему, но имея в виду, что оно теперь снова всеобщее, но богатое. Но это богатство мы указали каким образом? Таким образом, что мы рассмотрели его собственные ипостаси. В этом смысле, конечно, и в религии похожая картина там. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. И никто не скажет, кто важнее. Так вот, если вы так поставите вопрос, вас заподозрят в богохульте. Что значит важнее? Это все бог. Он един. А если вы будете рассуждать, он скажет, что ваши рассуждения ничего не значат, потому что у вас свои рассуждения, у Бога свои. Три единства. А? Три единства. Три единства, да. И тут три единства. Значит, человечество идет по этой дороге с разных сторон, и все равно приходит к три единства. Вот и все. Остается, ну, самым в этом смысле аккуратным является Гегель, потому что он, словом, всеобщий. Ну, вы там все за Бога выступаете или все против Бога. Какая разница? Вот это всеобщее и выражается в особенном единичном. То есть вот Гегель довел идеализм до такой формы, до формы полной противоположности чему? С материализмом. Ну, раз это полная противоположность материализма, надо было бы материю-то подтянуть, вот она уже здесь, вот, пожалуйста, я еще раз повторяю. Ну, тот, кто читал материализм в империи критицизм, то помнит, что там такие формулировки у Ленина в материализме и в империи критицизме. Конкретные доставляя нам созерцание. Созерцание. Есть тотальность. Ну, вот здесь очень хорошо. Тотальность и целостность. Целостность. Не просто, что вы там вот увидели книжку, увидели стол, увидели шкаф, увидели табуретку, салфетку. Это неправильное, так сказать, понимание. Созерцание должно быть тотальностью, но чувственная тотальность. Чувственная, не духовная какая, а чувственная тотальность. Ну, что тут идеалистического? Ничего тут нет идеалистического. Некоторая реальная материя, ну, безразлично существующая, в неположенном пространстве и грех, и времени. Ну, не хотите взять материализм у Фейербаха, возьмите прямо его у Гегеля. Какие проблемы? То есть он уже светится в ходе развития человеческого сознания и философии, и религии. Он пришел или привел к этому выводу о том, что, собственно говоря, для изложения того полезного, что есть в религиозных книгах, для этого совершенно необязательно иметь религию. Это тоже самое можно изложить, но в отношении материи. И все. А кто хочет, так сказать, веровать, не надо с верующими спорить. Что вы будете спорить с верующими? Ну, это бесполезно. Потому что он верит, что Бог есть. А я верю, что Бог нет. Я когда спорю с верующими, я сразу перехожу на позиции верующего. И все. А что вы тогда с моей верой будете делать? Я верю, что Бога нет. Такая у меня вера. Преследовать меня будете? Ну, так я вас не преследую, вы меня не преследуете. У меня был такой случай, когда я ехал в поезде из Москвы. И там попалась такая молодая девушка, которая куда-то ехала на какое-то сильное религиозное совещание или конференцию. Ну, и я решил там немножко с ней поговорить. Говорю, хорошо, вот вы там говорите, Бог, Бог великий, хороший. Ну, как он вообще допустил, что у него закадровая такая политика, что вот появился кто? Падший ангел-то. А? Ну, как так? Я говорю, это что за кадровая политика у Бога, как он вообще поставлено у него дело тогда, если вот у нее ангел у него падший. Это раз. А дьявол откуда взялся? А дьявол это падший ангел. Ну. Ну, что, набрал, набрал какие-то, непонятно. То есть, если он такой великий и всемогущий, как же у него так, так сказать, с кадрами. Ну, она вот тоже, надо сказать, молодец. Она сразу вышла на этот уровень, на котором мы с вами и находимся. Это, говорит, у вас ваша логика. А есть боговая логика и все. Да. Красиво. Красиво. И на этом мы, так сказать, лескостью завершили. А потом этот Петр, который три раза успел, пока, так сказать, пока прокричал петух, три раза предал Христа. Это самый его надежный кадр. О чем это говорит? О чем говорит религия? В чем польза этой притчи? Знаете, в чем? Не надейтесь на этих, так уж. Надейтесь на разных всяких посланных, направленных порученцев. Но знаете, что могут предать? Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Ага? Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Да, да. Так что, тут же это опыт многих поколений. Сразу. Так что, такая история. Надо сказать, что бы у него не было. Да у него душка просто не было. Просто он, я думаю, со второго раза понимал уже, что он предает. Ему об этом сказали, что ты предашь. И он все равно предает. А он говорит, а где возьмешь кадры? Другие. У нас, как говорил товарищ Сталин, других людей для вас нет. Ну нет. Он сказал, если у нас было других апостолов, то для вас нет. Вот вы знаете, наверное, что у нас одна ветвь религиозная, она запрещена в России. Это… Свидетели Едовой. А? Свидетели Едовой. Свидетели Едовой. Это у нас была такая история, когда мы работали в Ульяновке, и туда две тетеньки пришли вот с книгами вот такие вооруженные, этой литературой, и там начинают приставать к нашим. А мы вот скапывали тогда огород. В смысле, огород скапывали? Я говорю, а вы кто? А мы, говорит, свидетели Едовой. Я говорю, что, и видели его? Они говорят, нет. Ну так если вы его не видели, так вы уже свидетели. Они схватили эти книжки и бежать, но возмездие-то их все равно настало. У них же, так сказать, запретили и отняли у них колоссальный, так сказать, дом, в котором они конгрессы свои проводили, который у нас там находится недалеко от метропионерской. А там теперь его передали по назначению, то есть центру Алмазово медицинскому. Вот это он на пользу. Построили и на пользу. Дело пойдет. Так что это все переплетается, значит. Если есть атеизм, значит, если есть атеизм, он как бы противоположность религии. Это у него как бы некоторый недостаток, правильно? Что он нуждается в этой религии, чтобы, так сказать, показать, кто он. Про религию вы знаете, вот вы религиозные, вот все про вас знают, а я не вы. То есть тогда и про меня знают. И я такой важный, поскольку я против вас выступаю, а вы такой солидный и такой авторитетный, тогда я вроде авторитетный. То есть вот эти противоположности, мы с вами уже хорошо знаем, что они это некое единство всегда. Что единство противоположности всегда предполагает единство. Противоположности без единства – это не противоположности, это какие-то отдельные предметы или отдельные положения, не связанные друг с другом. Ну, так сказать, возвращаемся к нашим, так сказать, вопросам. С одной стороны, вот мы разобрали вопрос о том, что мы перешли уже с вами к понятию. И понятия вот в таких трех ипостасях существуют. Всеобщее, особенное и единичное. И что самое интересное, что вот это рассмотрение понятий не должно идти таким образом, что, дескать, вот есть три недопонятия, как, дескать, запишите. Или я вам сейчас скажу, а вы мне должны поверить, а с чего это вы мне должны поверить. Вот если мы с вами берем понятие как всеобщее, мы рассматриваем его как всеобщее, но если мы хотим его рассмотреть подробнее, то значит вы хотите рассмотреть его с отрицанием. Никакого другого способа, так сказать, конкретизировать нет. Правильно? Значит, мы начинаем его рассматривать с отрицанием. Тогда вот это всеобщее с отрицанием рассмотренное и называется чем? Как? Особенное. То есть мы говорим, что вот всеобщее, оно здесь, а потом рассматриваем, а вот это, говорит, особенное. Нет, это вот теперь мы это всеобщее рассмотрели с отрицанием, вот здесь, вот здесь всеобщее и есть. Я говорю, что это не всеобщее, это особенное. Ну, или можно сказать, это всеобщее, которое есть как особенное. Ну, там и другое вы можете увидеть, что вот на самом деле вы можете видеть тут некое бытие, да? Но скорее тут уже понятие выступает как начало, а бытие внутри. Правильно? Это в содержании этого понятия, это бытие. И ничто там есть в отрицании. Ну, вот ничто и, собственно говоря, вот в хорошем месте, так сказать, при развитии событий выполняет роль отрицание. Отрицание что такое? Это вот то же самое, ничто или небытие, если другое выполняет роль бытие. Поэтому то, что можно было бы или что могли бы ожидать граждане, которые никак не уйдут от определения только бытия, от рядоположностей, они бы сделали вот, есть всеобщее, есть особенное, есть единичное. Это три, это три, они отдельно, нет ничего этого отдельного, нету. Есть что? Всеобщее и все. Но какое всеобщее? Есть всеобщее, которое особенное, то есть первое отрицание. Есть всеобщее, которое второе отрицание, то есть это уже отрицание особенного. То есть оно теперь возвращено снова в форму всеобщего. Но это как называться? Как называться такое всеобщее, которое получено через два отрицания? Вот, конкретно всеобщее. Вы знаете как? Человек изучил и Гегель, и Фейербаха и запомнил конкретно всеобщее. Это вот про движение. То есть, вот это, так сказать, вещь вполне понятная, ясная, и она помогает нам двигаться вперед. Ну и какие примеры приводит Гегель? Примеры родов. Ну вот возьмите там оленей. Сколько видов этих оленей? А это род. Это все олени. А сколько их? По-разному. Он говорит, природа здесь, она порядка не соблюдается. Ну может быть было бы 15 или 12 видов, или 10. Это безразлична для природы. Она тут шалит. Ну то есть, он, так сказать, примерно рассуждает как, уже не про Бога, а про материю. Правильно? Потому что олени там, или волки, или тигры, или другие виды, они, это, так сказать, то, что является живой уже материей, живой природой. Ну так он никуда-то их не тянет, их к Богу, там, к абсолютной идее. Он говорит, ну вот так вот, в действительности, так вот, в бытии, получается, что, как вот здесь исчерпывается, у нас был, исчерпываются эти определенности есть. Первая определенность и вторая определенность. А тут исчерпывается, что вот это всеобщее определение, это же всеобщее определение. Оно в этих конкретных, перечисленных себя проявляет. Сколько есть, столько и есть. И вот люди уже, которые не занимаются никакой философией, биологи, они записывают. Зайцев есть, вот столько родов. Волков есть, вот столько родов. И так далее. И все они, так сказать, записывают. Или вот есть род какой-то, а есть виды его. То есть здесь действительно можно сказать, что мы перешли к понятию. То есть понятие, это точно, так сказать, это уже не такой взгляд, что мы начинаем с материи. А вот тут на этом вот уровне вдруг материя стала просвечивать. Почему? Потому что, нам это Гегель объяснил, потому что вот это вот, это вот за Гегелем повторили. Потому что это всеобщее, это то же самое единичное, нет, вернее единичное, это то же самое всеобщее, но с двумя отрицаниями. Сначала вы берете особенное и опускаетесь вы куда? Туда же откуда поднимались. И поэтому вы, если у него примеры все на уровне, ну, есть немножко из духовной сферы, но в меньшей мере. Там потому что нет за что зацепиться в этой духовной сфере, там может быть и так, и так, как угодно. А тут это природа так все сформировала. Вот такая интересная получается картина. Ну и это позволяет нам постепенно продвигаться. Еще какие есть вот у нас. Это вот очень хорошо, что вы поставили вопрос, потому что нам надо это закрепить, то, что мы уже изучили, как всегда, окопаться, чтобы, так сказать, не сдать позиции. И прежде чем мы пойдем дальше, это во-первых. Во-вторых, за нами никто не гонится, чтобы нам нужно было убегать. Поэтому мы спокойно остановимся, изучаем. Потому что это не такая вещь, что ее быстро можно освоить. Не такая. Это предполагает несколько, так сказать, атак. Иногда третий раз читаешь, и увидишь, Качо до этого не заметил. Вот. Или было совершенно непонятно, а теперь вроде все понятно. Надо привыкнуть и к языку, и к форме выражения. Потому что Гегель имел в виду форму выражения, которой хватит ему этих всех понятий на все, что он написал. Ну а мы обладаем в своем, так сказать, в обиходе меньшим числом понятий, и вроде как они ограничиваются. Ну, вместе с Гегелем мы выходим вот в этот более широкий круг понятий, и тогда мы богаче можем выразить свои мысли. С одной стороны. А с другой стороны, вот, они вот эти богатые-богатые, а смотрите, как потом все сводится у него. Было абстрактно всеобщее, а стало? Что? После второго отрицания. Конкретно всеобщее. Это же здорово. Абстрактный человек. Ну, все мы люди, но все разные люди. А когда все разные люди разобрали, в чем разность, мы потом думаем, ну, разница один человек от другого человека, от человечества, от человека вообще-то разница. Вот вы отличаетесь от человека? От человека отличаетесь? А кто вы, кошка? Валю, нет. А с кем, от кого вы не отличаетесь тогда? От маржа? Нет, вы человек. Это я вас запутал. Вы не отличаетесь от человека. Вы отличаетесь от абстракции человека. От человека вы не отличаетесь. Вы и есть человек. Вы больше человек, чем просто человек. Просто человек – это что? Это ничто. А каждый человек – это какой-то конкретный человек. Обязательно. И все они абсолютно конкретные. И так это касается и всех видов деревьев, видов насекомых и так далее. Ну, конечно, там, когда мы не знаем, вот абстракция у детей, жук пробежал, жук. А биологи знают, какой жук, какого вида и так далее. И муравьи какие бывают, бывают желтые, бывают красные, бывают мелкие, бывают крупные и так далее. Ну, мы там не знаем, но они отличаются от чего? От другого вида отличаются, муравьев, но от муравьев не отличаются. Так что не буду надеяться, что вы больше так не будете говорить, что я отличаюсь от человека. Это вроде как, это когда, если бы кто-то про вас сказал, вы должны были обидеться, я скажу, вот, он от человека отличается. То есть, это что значит? Это вообще не человек. Это страшное дело, это обвинение. Снимай свое это высказывание. А что такое снятие? А снятие это... Судержать. Это тоже судержать. Еще. Ну вот начали уже применять, уже навострились. Это дело. Так просто не возьмешь. Так просто не возьмешь. Ну, я хочу сказать, что нас поэтому никто и не трогает. Как вы думаете? Вот мы занимаемся этими вещами, ну кто у нас, кто нас сможет переспорить? Не знаю таких, не знаю. Уже в последнее время вообще не спорят, спрашивают так. Ну, он у меня приходил дискутировать с Бузгалином. Он книжку сейчас пишет. Но он же не тянет в политэкономии. У нас вот есть запись в доме Плеханова, где там наши товарищи присутствовали. Так они, между прочим, потом издали книгой, и они запись взяли нашу, потому что у них плохая была запись. И ничего не исказили, и все там, это все фиксировали. А знаете, зачем им было нужно? Это не догадаетесь. У них гарант был на эту тему. Так что я им помог, и все наши товарищи, которые услышали, мы им помогли деньги получить. Вот и все. Это все. Это прямое. То есть привезли мне какие-то журналы из Москвы, все с записью этого всего, вся эта дискуссия и так далее. И Юлин. Вот мы с ним дискуссировали по поводу фашизма. Это страшный человек. Он говорит, что фашизм надо взять в определение кого? Муссолини. Товарищ Муссолини нашелся. А, над его определением пользовался, да? Да. Я сначала, так сказать, даже не знал, что возразить. Я говорю, так понятно. У нас два варианта. Пользоваться определением фашиста и пользоваться определением коммуниста. Товарища Димитрова. Ну давайте, это хорошо. Вы там с определением фашиста будете, а я с определением коммунистов. Поэтому мы с ним подпорили. А потом я еще про него отдельно записал ролик о том, что вот существует такой человек, который, так сказать, рассуждает о фашизме с позиции фашистов. И что тут такого нового тогда? Думаю, непостижимо. Вот люди вылезают. Причем у нас таких вот голов очень много, которые ничем не занимаются, вот серьезным этим. Мы вот сколько с вами уже возим сейчас. Но нельзя сказать, что мы тратим время. Я сказал бы лучше сказать, что мы используем время для своего, для обогащения своего ума и своего разума и так далее. Но есть люди, которые вылезают и начинают с панталыку, так сказать, чушь городить. Ну, какие еще есть тут вопросы или желание выступить? Пожалуйста. Товарищ, мне приятно видеть, что ты согласился быть человеком все-таки. Тоже нужно было его в Худзгаверу вести. А? А если что надо было в Худзгаверу вести? Не знаю. Может, придет таких вот человек гораздо больше. И нас всех в камеру, которые говорят, что они человеки. Это всяко бывает, правильно? Вот. Ну, действительно. А здесь в чем тут дело? Дело в том, что здесь все через отрицание. И поэтому, раз все через отрицание, надо к этому привыкнуть, что тут просто такой калейдоскоп идет постоянно. Вроде бы всеобщее. Ну, всеобщее – это вот одно определение, понятие всеобщее. Потом выясняется, что, ну, если вы какое-то всеобщее хотите взять, какое-то определенное всеобщее, ну, нельзя такое ходить только со всеобщим всеобщим. Вы какое-то всеобщее хотите взять, конкретно всеобщее? Ну, возьмите конкретно всеобщее. А как получить конкретно всеобщее и абстрактно всеобщее? Через отрицание. То есть определенное вы хотите, а определенность что такое? У нас все знают. Определенность есть? Отрицание. Значит, надо с отрицанием взять. Раз с отрицанием… Ну, от того, чтобы вы его с отрицанием и взяли. Это всеобщее. А оно что, не всеобщее? Я вот взял ваш велосипед, взял этот велосипед и стал на нем кататься. Который стоит чей-то. Он еще более только подчеркивается, что оно всеобщее. Ведь он сам. Ахахахахаха. А вообще, он вообще стыдит. Ахахахаха. То есть, вот это то, что у нас, ну, по старой какой-то, не диалектической привычке, это все разводится в разные стороны. Они на разных полочках лежат, а они на самом деле все соединены. Все соединены. То есть тут нет такого, чтобы… Ну, как вы пойдете дальше? То есть Гегель для того, чтобы сделать следующий шаг, должен оттолкнуться одной ногой от… той категории, от которой он найдет. Ну, раз так, он, значит, на расстоянии одного шага от предыдущей категории все время. Нет такого, дескать, это все. Все, в сторону, начинаем сначала. Нету. А Адам Смит тоже, получается, капитал идеалистический рассматривал, да? Не знаю, я бы так не сказал. Там ничего особенно идеалистического не было. Идеалистический. Я и говорю, там ничего идеалистического у него не было. А что там? У Адама Смита не было идеалистического ничего? У него в голове уже был идеализм, а в рассмотрении Адама Смита он же рассматривал политэкономию, политэкономию – другая наука. Она ничего не говорит о том, чего это, Богово или не Богово. Она говорит, что есть накопление богатства народов. Он вообще изучал богатство народов. И книга у него так называется. Про богатство народов. Я думаю, это будет слишком много от них требовать. Тогда вообще все идеалисты были, если верующие были в основном. Но если Марк Сенгельс были идеалистами, то есть тоже верующие. А что вы хотите? Это Дама Смита. О природе капитала. Капитал же это материальная вещь. А природа. Появление и преобразование совершенно не так, как если бы он материстически осуждал бы на него, он тогда был бы Калмарсом. Не знаю, почему вы так думаете. Вы думаете, что мало материалистов, которые просто глупости пишут, сколько вы хотите. И не доходит до того, до чего дошел Марк. Для того, чтобы быть Карлом Марксом, недостаточно быть материалистом. Надо быть диалектиком. Потому что у него труд создает что? Что тут субстанцией стоимости является? А субстанция откуда взялась? Это из какой книги? Сущность. А? Сущность. Первый том. Сущность. Первый том. Вторая книга. Учение о сущности. Ну так, значит, уже самое главное, то есть субстанция, субстанция стоимости взята с применения вот диалектической логики. А дальше субстанция, а дальше акциденции. Роль акциденции выполняет сто. Цена. Правильно? Цена может и такая, и такая, и такая, при одной и той же стоимости. Он там уже об этом не говорил, но для него было важно. А труд тогда здесь выступает в качестве кого-чего. Ну, вот в качестве субстанции стоимости выступает не всякий труд, а всеобщий. Всеобщий. А всеобщий или абстрактный, но он абстрактный только, абстрагируется от конкретной формы, от производства конкретного предмета. Но предмет должен быть полезный. Но сейчас это широко трактует современный капитализм полезно. То есть, например, делают, так и рекламируют, жижа, которые вот сейчас курят, пьют. Жижа или жидкость и так далее. Пытаются ее запретить даже на уровне правительства, но что-то и так нерешительно, потому что думают, как бы войны не было. Молодежных групп, которые на этом деле, так сказать, что-то показывают. То есть, можно превратить предмет потребления в обществе то, что изначально не может и не являться, а является прямо противоположным тому, что называется предмет потребления. Это яд. Ну, точно так же, как, скажем, спиртные напитки, там, водка. Это же яд. Яд. Спирт. Ну, разбавленный. Ну, с применением науки. Он разбавлен в соответствии с золотым сечением. Вот так, 40 градусов. Там не 43, не 47, не 50. И великие химики этому помогли. Можете спокойно водкой себе полоскать рот. Ничего не будет. А спиртом будет опасно. Можно, так сказать, обжечь свое слизистую и так далее. То есть, можно превратить в предмет потребления то, что раньше им не было. Ну, а что касается, скажем, вооружения, так это предметы истребления. То есть, предметы истребления выступают как предметы потребления. А для чего вы их потребляете? А для истребления. Так? И, так сказать, уже общественное значение является здесь определяющим. Общество не рассматривает так эти вещи. А? Общество так эти вещи не рассматривает. Кто не рассматривает? Общество. Ну, как это общество не рассматривает? Общество. Как вооружение, как предмет истребления. Неправильно вы рассуждаете. А вы общество или не общество? Вы же общество как конкретно. Я глаз. Вы не глаз, а вы единиц. Вы общественное как единичное. Всеобщее как единичное. Я согласен. Общество в лице Камиле утверждает. Не всеобщество, а вот такое вот единичное. Но всеобщее же тут утверждение. Всеобщее. Носит всеобщий характер. Можно подумать, что все прямо словами Маркса говорят или все прямо по-ленински выступают. Вот, дескать, мы поддерживаем. А чего поддерживать? Никто не падает. Где люди взяли после 20-го съезда, что есть народное государство? Ну, кто-нибудь здесь когда-нибудь говорил вообще в России про народное государство? Народники только. Только народники. И то они противопоставляли эти свои народники свою позицию государству феодальному. Они в народ ходили. В народ ходили не народники. В народ ходили интеллигенты, молодые люди, которые просвещали людей. Передвижники. А эти народники – это политические, так сказать, величины. Передвижники – это художники. Подвижники, наверное. Передвижники – это художники. Пододвижники, да? Когда можно было подвижники. Так что, вот это очень важно. Мы даже здесь вот обнаруживаем, что полная противоположность, скажем, материализма и идеализма позволяет развиваться идеализму таким образом, чтобы потом то, что было развито в рамках идеализма, могло быть использовано материализмом. Что для этого надо? Да ничего. Это же самое – читать материалистически. Как Ленин писал. Я науку и логике стараюсь читать материалистически. И всё. Её тяжело читать материалистически? Вы много там таких находите мест, где тяжело читать материалистов? Примечания какие-нибудь, как говорили, про Бога начинают что-то говорить. Но это можно уже пропустить, если человек говорит – это примечания. То есть примечания вы можете и не брать в рассмотрение. Почему? Потому что это не входит в систему знаний, которая развернута в науке и логике Гигеля. Наоборот, вот он говорил здесь прямо – это мы дошли наконец до субъективности. Я понимаю, мы в объективности были, там, как говорится, близко у материи. Но мы пришли в сферу субъективности. И вот что мы здесь находим? Роды и виды. Ну так? Ну, это же в субъективности об этом говорится, а не где-нибудь. Когда речь идёт уже о разных видах, разных животных. Тут ничего такого нет. И почему? Потому что здесь особенность берётся как определённость всеобщего, отрицание его. Раз она его берётся как его отрицание, она с ним неразрывно связана. Ну, вот это очень важно. И когда мы говорим о всеобщем, особенном и единичном, кажется, что есть три предмета. Да не три предмета. Это всеобщее как… Всеобщее. Всеобщее как… Особенность с отрицанием. И всеобщее как единичное. Конкретное. Да? Ну так и про каждого человека можно сказать. Камиль Фамильевич, вот он всеобщее. Видели, как он сегодня там запросто оперировал идеализм, вербак, идеализм. Раз. Во-вторых, он у нас, так сказать, выдающийся распространитель печати. Что, не выдающийся, что ли? У меня очень простой критерий. Я смотрю, сколько кто распространяет газет там. Довольно много. Камиль Фамильевич не только сам распространяет, еще и, так сказать, других направляет. Так что. Два. Ну и в-третьих, как говорится на всяких праздниках, просто хороший человек. С одной стороны, это чуть-чуть абстрактно, но и конкретно тоже. Хороший – это не значит, это значит, что неплохой. По крайней мере. Вот. Так что. Это всеобщая категория. Где можно их использовать? Везде. Везде можно их использовать. Это, как использовали наши противники. Про Маяковского писал один из его, тех, кто его недолюбливал. Что сегодня Маяковский выглядел вроде бы прилично. Сегодня. То есть, вчера было неприлично, позавчера. Завтра будет. А сегодня выглядел прилично. Вроде бы. То есть, тоже с отрицанием. То есть, на самом деле, владение вот этими понятиями, точное их понимание, того, как их использовать, как их употреблять, повышает нашу способность на то, чтобы вести идеологическую борьбу. Потому что идеологическую борьбу нам приходится вести с противниками. Но я не вижу каких-то противников, вот в связи с нашей всей подготовкой, и в Красном университете, и в Кружке, сколько уже лет прошло. Я не вижу таких противников, которые нам бы в этом отношении противостояли. Они боятся пути? Они ничего не считают? Ну, остерегаются. Да ладно, не ходи в аргумент, вы всех подстреляли в 37-м базе. Не всех, вот сейчас остались вот эти. Вот вам и ответ. Крестьян всех записали в кулаков и отправили в лагеря. Вот и все. Хоть-то 300. Что кулаков? Ну, всех крестьян записали в кулаков и всех отправили в лагеря. Принесите записку такую. Чтобы крестьян отправили в кулаков. Не мы говорим, это противники тоже. Но имеет право, каждый имеет право. У нас свободная, демократическая, буржуальная страна. Каждый может врать все, что угодно. Он право имеет. Почему он не думает, что это интересно кому-то? Он не думает, что это интересно. Эта задача, вот как артиллерия бьет по площадям, так и вот эта идеология тоже. Вот такие речи бьет по площадям. Кому-то попадет. К кому-то попадет. Кто-то вот клюнет, кто-то подумает, повторит. Повторят люди. Никогда не надо повторять это. Надо сразу анализировать. Не повторять надо. Надо помнить, когда твое мнение стало твоим. Нет. Никогда не надо знания сводить до мнения. Все равно вы этого не знали. Мы в жизни всегда узнаем. Ну так вы все время и не знали. Не надо прибедняться. Вы уже очень много знаете. Нет. Я знаю это, допустим, от вас. Какая разница от кого? Если что, я до вас сошнусь. А если вас будут... Вот если вас поймают и будут пытать, тогда скажут, это не я, это вот он. Ну вот. Так. Какие еще у нас есть вопросы на обсуждение вот этой проблематики? Значит, что мы дальше? Где мы продвигаемся? Мы продвигаемся вот здесь. Всеобщие понятия, особенные понятия, единичные понятия. И самое главное, что мы должны усвоить, кроме того, что здесь много всяких интересных моментов, что это не три понятия, а это всеобщее понятие, всеобщее понятие, взятое. Взятое двух отрицание. Да. Взятое, во-первых, как особенное, а и всеобщее еще взятое как? Единичное. И они, взятое как единичное, не перестают, и взятое как особенное, не перестают быть всеобщими. Вот. Точно так же, как и люди, которые чем-то они бы не занимались, и кем бы они ни были, остаются людьми. И это очень важно. И им надо, и этим людям надо это еще объяснить, потому что они иногда об этом забывают, прибедняются, и чувствуют себя какими-то низкими, малыми и так далее. А они ничем не меньше, чем те, кто на каких-то должностях сидит. Сегодня он на должностях сидит, как, например, один из министров, а потом он сидит в тюрьме. Это же по-разному бывает затем. А вот мы просто сидим. А что лучше? Просто сидеть или сначала сидеть министром, а потом в тюрьме сидеть? Не знаю. Кто что любит? Какие приключения? Ну, лучше ли в тюрьме. Ну, вот я тоже думаю. Второй министр у нас по делам какого-то правительства еще, свободного что ли. Абызов тоже под уголовным делом. Два министра. Хорошо. Не говоря уже о том, что недавно арисовали одного из руководителей Московской области. У него 1800 объектов недвижимости записано на него. 1800 и зарегистрировано. Но не дают свободно развиваться человеку. Не дают. Завидуют потому что. Жадные. Да. Ну, давайте по некоторым положениям все-таки пройдемся. Здесь очень важно. Здесь в начале изложения про всеобщее понятие говорится. Имея еще своим содержанием понятие, нам надлежит еще раз бросить взгляд на его генезис. Что такое генезис? Порождение. Как это вот порождается. Сущность выросла из бытия, а понятие из сущности. Вот вам краткое содержание. Это же третья книга. Он нам напоминает, что сущность выросла из бытия, а понятие из сущности стало быть также из бытия. Ну, вот вам опять основа для материализма. Вот все вот это вот. То, что мы уже взяли раздел субъективность. И сверху написано субъективность. А говорится о том, что сущность выросла из бытия, а понятие из сущности. Причем из сущности выросло и понятие в том рассмотрении, которое является рассмотрением субъективности. Субъективность выросла из бытия. Так, а что, как звучит основной вопрос философии? Не можете вспомнить? Что первично. А? Что первично. Что? Материя. Материя? Материя сознания. Материя. Не всегда так говорят. Вы правильно сказали. Но не всегда так говорят. Вы имеете в виду Кантовские? В чем Кантовские? Я имею в виду Ленинского материализма и перекритицизма. Или Энгельса. Бытие. Кто первично. Бытие или сознание. Не так? Бытие или сознание. Но. Но вот здесь у Гегеля бытие. Сущность выросла из бытия. А понятие из сущности стало быть также из бытия. Я вам доказал, что Гегель материалист? Ну а что вы сомневались? Вот написано. Я бы вам верил. А это нехорошо. Как? Что за мера? Это были такие люди, которые освобождали место. Отодвигали науку, чтобы освободить место веры. Это уже было. Это не ново. Ну вот на лицо страница 26. Куда мы денемся от этого? Ну раз сущность выросла из бытия, бытия и сущности. Но здесь говорится дальше, что это в отрицании находится в содержании чего? Бытия. Нет. Нет. В содержании вот этой всеобщего понятия. Это в содержании всеобщего понятия находится и бытия и сущность. Так? Я правильно излагаю? Кто-нибудь по-другому трактует вот это? Это строчки, последние три строчки на странице 26. Сущность генезис. Нам надлежит еще раз бросить взгляд на его генезис, на порождение. Сущность выросла курсивом, чтобы вы не пропустили. Из Гевордона еще и по-немецки. Из бытия. Все курсивом. А понятия из сущности стало быть также из бытия. Ну? Ничего не понятно. Ну понятия выросла из бытия. Чего вы спорили? Все на кого нападали. Попробуйте доказать теперь, что Гегель идеалист. Скажут, а это он примечания писал. Подумаешь, примечания. Или другие книги. В других книгах там у него другое написано. Большая разница в книгах. Например, я вот читал, думал, сейчас почитаю еще. Вы помните, как Маркс раскритиковал гегелевскую философию? Право. Бог и прав. А некоторые товарищи просто там цитируют Гегеля, как попало, что попало. Я, например, взял лекции по философии. Очень интересные. Он очень четко и ясно рассказывает, какую философскую позицию кто занимал. А лекции по философии истории. То один царь побеждал, то другой король пришел. То там, то там никакой закономерности, никакого материализма там нет. Но там и не могло быть исторического материализма. Так что, о чем потребует Гегель исторический материализм? Я думаю, чрезмерно будет. Я не знаю. Похоже, он украл вообще разных людей. Да. Книги писал, как гладить человеку. Какое впечатление, что… Нет, он разные книги писал. Да. Разные книги. Вот тут строгая наука у него. Строгая наука. Здесь есть метод определенный, который он поддерживает. Да. А там никакой метод был для изучения истории. Никакой. Не было такого метода. И ничего там не могло получиться. Метод для изучения истории, разработанный Маркс и Энгельс, называется исторический материализм. До исторического материализма не могло быть научной картиной истории. История. Да. История это могла быть. Или картина… Научная история. Да. Конечно. Конечно. Очень сильно отличается. Так. Вот. Ну, это становление имеет значение обратного толчка, данного самому себе. Так что ставшее есть, скорее, безусловное и первоначальное. Вот он теперь, значит, как бы, безусловным и первоначальным ставит понятие. Ну, понятие в каком понимании? Как полученное из бытия. И понятие, если это понятие полученное из бытия, вот его, если мы потерь поставим первым, это не значит, что это идеализм. Почему? Потому что он говорит, у вас идея получена, вот она выросла из бытия. Так. Ирода всеобщего как раз и состоит в том, что оно есть такое простое, которое вследствие абсолютной отрицательности содержит внутри себя наивысшую степень различия и определенности. Вот это нам не совсем, так сказать, доступно может быть в том смысле, что мы думаем, если там что-то внутри, то оно как бы отдельными кусками так и лежит. А вы можете сказать, вот где начинается сердце, вы можете сказать, где у вас начинается сердце? Нет. Не можете. А у вас есть сердце-то вообще? Да. Ну, слава Богу, он бессердечный как слушатель. А вы знаете, где сердце начинается? Где? Здесь. В любви. Здесь? А почему вы решили, что здесь? Через чувственное ощущение на сердце. Оно не регулирует у вас? Мозг не регулирует? Регулирует. А здесь, если он регулирует, то может здесь начинается? Нет. Нет? А у вас сердце, вы имеете в виду живое сердце? Вот живое. Живое. Ну, хорошо. Оставим пока сердце, руку возьмем вашу. Рука где начинается? Да, рука. Это плечи его. Это плечи. А что у вас мертвая рука? Нет. Так она же с кровью. А кровь у вас, только что рассказывали вы мне, что она вот оттуда начинается у вас. От сердца. От сердца идет. Так а что вы не протянули эту дорогу от сердца до этого места? Чего вы мне мертвичину хотите выдать? Это я не покупаю. Все связано это дело. А мозг не управляет вообще движением сердца? Так может она и тут тоже начинается? Рука. Ну, прежде чем пальчики у вас шевелятся, у вас вот что-то тоже шевелится или нет? Ну, это, так сказать, такой примитивный, конечно. Ну, согласитесь, что это же явно, так сказать, мы уже изучаем диалектику, мы диалектики, но применительно даже таким простым вещам мы еще и это не используем. И даже когда делают протезы, ведь делают протезы управляемые, чтобы мозг им мог управлять. Не говоря уже о том, что там поступление крови, это не обязательно для руки. Будет у вас механическая рука, но мозг-то все равно, а вы мозг куда-то на второе место свой закинули. А что мы тут делаем на науке логии, занимаемся? У нас же мозговой сегодня шторм. То есть правильно сказать, что мозг-то начинается вот так? Ну, конечно, правильно сказать, что ты с головой. Да. И ниже. Так а диалектические мыслить, это значит мыслить противоречия, развития и всеобщем. Да. То есть мыслить, не забывая о том, что все противоречиво. У что-нибудь есть непротиворечивого? Нету? Нет. Дело в том, что здесь вот тут, видите, вот употреблено понятие обратного толчка. То есть мы вот там все, вроде как не вакцинитировали внимания, что это противоречие, но становление это же противоречие. Ну, возникновение это противоречие! Да. Возникновение, это переход в ничто, в бытие. А потом бытие, кстати, переходит в ничто, это прихождение. Значит, это вот два момента становления. Продолжение, два предуположных момента становления –病. один момент возникновения, другое прихождение. Там не сказано, что это противоречие, потому что это слово еще не озвучено, еще пока нет. Но мы-то теперь возвращаясь вперед, вперед или назад, как хотите, считайте. Возвращаясь к началу, мы должны сказать, что вот там первое противоречие. Дальше. Вот мы рассмотрели противоречие, а изменяющиеся нечто, это что такое? Это противоречие или нет? Какое там противоречие? Изменяющиеся нечто. В себе изменяется только. Только что? Оно для себя противоречиво. Для себя и бытия лень. Да, для иного. В смысле... Что? Ну, моменты можете назвать? Изменяющиеся нечто? Не можете? Ну, нечто переходит в иное, а иное переходит в нечто. Иное и нечто. Две противоположные стороны, противоречие. Они в единстве и противоположные. Вы так принимаете противоречие? Это более уже полное понимание. Но это противоречие? Да. Ну, нечто переходит в иное? Да. А иное переходит в нечто? Да. А борются они? Борются, конечно. Единственная борьба в предположении, что это не противоречие? Противоречие. Так и запишем в документах допроса. То есть, как бы там, вот, это же самое противоречие идет, как бы без объявления. А потом мы рассмотрели противоречие и дальше пошли. А что, противоречия нет между содержанием и формой? Есть. А противоречия нет между сущностью и явлением, между действительностью и... И законом. Нет, между законом и явлением. Между законом и явлением. Да. Действительность – это проявление закономерности явлений. Да. Проявление закономерности явлений. Между субстанцией и акциденцией и так далее. То есть, все время идет. И противоречие здесь, всеобщее понятие. Всеобщее понятие мы берем, всеобщее вроде как, все мы уже взяли. А потом отрицаем его, берем особенное. Получается, что это особенное богаче, раз оно содержит всеобщее. Но на самом деле и всеобщее содержит особенное. Это тоже противоречие. Звонок, значит, надо говорить, а у нас кружок. Это противоположность. Значит, не надо говорить. Если брать современное общество наше, то понятно, что есть такое глобальное противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения. Да. А почему оно глобальное? Оно не глобальное. А потому что оно глобальное было, если бы не было КНР, КНДР и Кубы, и Лаоса. А так оно широкое. В нашем обществе. Но еще есть и противоречия и в самом рабочем классе, и в классе самому капиталисту. А при социализме что, нет противоречий? Есть. Ну, я вот книгу себе написал про противоречие социализма. А у рабочего в интересах противоречия есть? Оппортунизм, что такое? Кто-нибудь может процитировать? Работать поменьше, получать побольше. А полностью вам не нравится выражение Ленина, высказывание? Такое высказывание, я, например, запомнил его только из-за красоты. Оппортунист не отходит от партии, не предает свою партию, не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – податливость к настроению минуты. Неспособность противостоять моле. Беспринципность и бесхарактерность. Принесение коренных интересов движения в жертву побочным и сиюминутным. Штрейк-брехер, например, противоречия рабочим классам. Да, штрейк-брехер, да. То есть, кто это такой? Ломающий забастовку. Брех-брехер. Ломающий забастовку. Причем это же рабочие? Рабочие. А потом интересы есть, все минутные, побочные, неглавные. Вот любое, при социализме, какие вы не поставьте показатели, они будут, если там длину будут мерить трубы, они будут маленькие, такие, малого сечения и длинные делать. А если на килограмм, то будут тяжелые, тяжелого металла делать и так далее. То есть, сколько угодно существует всяких вариантов делать формально то, что, так сказать, вроде принимается, но делать не в общественных интересах. То есть, в противоречии с общественными интересами, а протонизм. Но он не изменит, не предает. Вот есть люди, которые, скажем... Сверхбрехер предает. Сверхбрехер нет. Рабочее движение. А он только на эту, вот в эту забастовку. Он является членом рабочего движения, он является предателем этого движения. А он в эту забастовку, вот, он предает. А следующий, может, он будет не предавать, а другие будут предавать. Вы же не знаете, может, это систематически он это делает, тогда это закономерность, тогда ему можно присвоить такое название. А если это вот один раз человек так сделал, ну, вот человек не пошел на забастовку. Деньги очень много. Что, все, что ли, ходят? Ну, и вы сразу его прилепили, и мы штрихбрехер. Он думает еще, смотрит. Думает, если вот его посадят, то я не пойду. А потом увидят, что его не посадили, и тогда он пойдет. Он не такой смелый. Вот вы смелые, а он не смелый. Ну, скажите ему, что он просто трусы. Все, человек боится, хочет, но боится. Может, такой будет? Не понравится, наверное. Не понравится. Так, ну, давайте пойдем дальше. Значит, вот здесь очень важно, что и особенно единичное, это является также всеобщим. Он и предыдущие категории все сюда записывает, и видно, что все, что мы до этого изучали и читали, все входит в понятие вот этого всеобщего. Всеобщим есть также простое. Простое. А почему простое? Потому что оно не разделено какими-то перегородками на части, правильно? Сложенное, сложенное из простых. Оно не складывается из простых. Оно как бы вот так вырастает. Которое вместе с тем есть самое богатое внутри себя самого. Ибо оно есть понятие. Самое богатое внутри себя самого. Всеобщее. Как чистое бытие. Нет, не как чистое. В чистом бытие ничего там богатого нет. Там вообще то самое оно. Там внутри в него все. Ничего внутри там нет и в него все. Начинается после чистого бытия нечто, когда оно начинается, в нем ничего еще нет, потом оно и наполняется. Когда из этого чистого бытия вы получили нечто иное, получили изменяющееся нечто, то да, можно сказать, что оно содержится в чистом бытии, и вы доказали это. А в самом начале вы это не доказали, он просто берет то, что есть, и все. Это наоборот, это было путем отрицания полученного, и так сразу это нельзя заявить. По крайней мере, это не очевидно. Можно сказать, что порождено это все, вот оттуда это пошло. Можно, конечно, сказать, но все-таки непосредственно нет. А здесь вот буквально мы взяли всеобщее, так оно и определяется. Как всеобщее это вот то, такая определенность, которая содержит в себе и свое отрицание. А почему здесь они могут быть в содержании? Потому что это вот, нету такого разрезания на разные, с границей. Границы нет. Оно в этом смысле безграничное, все содержится во всеобщем. Есть границы между всеобщим, особенно единичным? Нету никакой границы. Ну и абстрактное всеобщее уже подразумевает, что для того, чтобы получить его, нужно отбросить прочее определение конкретного. А раз отбрасывает, значит, отрицает. А раз отрицает, значит, эти отрицания сюда и входят. Всеобщее, даже когда оно влагает себя в некоторые определения, остается в нем тем же, что оно есть. Оно есть душа того конкретного, в котором оно обитает. Не стесненное и равное самому себе в его многообразии и разности. Оно не вовлекается вместе с этим многообразием в процесс становления. А продолжает себя сквозь него в непомутненной чистоте и обладает силой неизменно, бессмертно сохранять себя. Нету перегородок никаких, нету границ, нету никаких вот таких переходов, которые требовали бы какого-то особого движения. Просто содержится и все. В содержании содержится. Всеобщее положено как сущность своего определения, как собственная положительная природа последнего. Ибо определение, составляющее его отрицательное, имеет бытие в понятии безоговорочно только как некоторая положенность. Или по существу лишь вместе с тем, как некоторое отрицательное отрицательного. И оно имеет бытие лишь как это тождество отрицательного с собой. Каковое тождество и есть всеобщее. Тождество отрицательного с собой такое же всеобщество, как тождество положительного с собой. То есть тут деваться некуда. То есть получается, что то, что мы получили-получили, двигались-двигались, оно сложное, оно содержит в себе все то, что до этого было, но нет такого там, так как там наворочено какие-то инструменты, какие-то части, какие-то элементы, какие-то механические там рычаги. И все это содержится в снятом виде, в отрицании. Но оно и в отрицании, но есть. Вот не буду на вас смотреть. И что? Я пропал. Я пропал. Так. Вот взятое с этим первым отрицанием особо, оно есть особенное. Как получается? Очень просто. Всеобщее взятое с первым... При ближайшем рассмотрении всеобщее оказывается этой тотальностью следующим образом. Поскольку оно имеет внутри себя определенность, последнее есть не только первое отрицание, но и рефлексия этого отрицания в себя. Взятое с этим первым отрицанием особо, оно есть особенное. Как это будет сейчас рассмотрено? Ну и в этой определенности оно по существу еще есть всеобщее. Эту сторону мы еще должны рассмотреть здесь. То есть вот то, что мы будем рассматривать, вот все эти переходы от всеобщего к особенному, к единичному, они не выводят за пределы этого всеобщего. То есть это всеобщее остается. А это не мешает нам говорить. Потому что здесь вот таких границ, которые были в бытии, нет границ. Что такое безграничное? Пределы кто скажет? Что такое? Граница, до которой можно перейти. Ну да, да. Который переходит, да. А здесь нет предела, который переходит. Почему нет? Почему не переходит? А потому что нет предела. И нет границы. Нет границы. Потому что это определенность, это определенность этого всеобщего. Все отрицается. А значит, это все отрицается, например, если вы возьмете и всю одежду покрасите в какой-то другой цвет, это не будет. Это будет отрицание вашей одежды, но она просто будет иметь другую определенность и все. И она такой же и останется вашей, и, так сказать, может и цвет у вас устроит и так далее. Но всю имеется в виду. Тут никакого разделения нет. И вот это вот новое, что мы здесь видим. То есть, тут никаких перегородок во всеобщем для особенного и для единичного загонов, в которых были вот это вот, дескать, все овцы, а вот это вот особые овцы, это особенные, а вот это некоторые овцы, это единичные овцы. Вот этого нету. Наоборот, когда мы берем теперь какие-то особенные, что-то особенное, но мы должны взять с отрицанием, то есть тоже его рассмотреть как всеобщее, и мы возвращаемся к этому всеобщему, и все. И всеобщее в итоге у нас получается каким? Конкретно всеобщим. А было каким? Просто всеобщим. Абстрактно всеобщим было. Абстрактно, а стало конкретно всеобщим. И вот вдруг здесь, когда он говорит о таких вещах, в общем, появляется категория рода. Определенность, как определенное понятие, это 30-я страница, повернута из внешности обратно внутрь себя. Она есть тот собственный имманентный характер, который есть нечто существенное, благодаря тому, что, будучи вобран во всеобщность, и проникнут ею, имея равный с нею объем, и будучи тождественным с нею, он вместе с тем также и пронизывает ее. Этот характер и принадлежит роду, как нераздельная с всеобщностью определенность. Пород из чего состоит, из видов, и они как, какая-то граница этих видов? Нет, нет там никакой особенной границы. Они отличаются чем-то и все. Но это отличие не выводит их за пределы рода. Ну, как разные виды косули. Ну, все они косули, сколько бы их ни было. Разные виды оленей, то же самое. Истинное, бесконечное, всеобщее, которое непосредственно внутри себя есть как особенность, так и единичность, теперь должно быть сначала рассмотрено ближе как особенность. Это вы рассмотреть его можете как особенность, ближе. И именно так рассмотреть. Потому что в нем есть и единичность, и особенность. Вы можете и это рассмотреть, и это рассмотреть. Но они не отделены. Точно так же, как мы с вами говорили в отношении живой руки. Если вы хотите речь вести о живой руке, то вам придется говорить и о голове, и о сердце. А лимфа не участвует? У вас нет? Никогда не замечали, что лимфа один? А не натирали никогда? Вот, если натрете немножко, то тут пузырек будет, а там будет лимфа. Не знали, да? А жидкость, да? Ну жидкость, лимфа, это же лимфа. А узлы лимфатические нет, их думаете, на руках? Ну они не торчат у здорового человека, но и... А узлы-то что такое? Ну там, где идут, так сказать, откуда, как перемещается. Система. Еще одна система. И она тоже включается. И у каждого человека она есть. Так что, значит, вот вам и нервы, вот вам и кровь. Ну нервы-то, наверное, уж точно. Нервы-то, которые управляют рукой, они откуда у вас идут? До какого? До локтя доходит? Или до кончиков пальцев доходит? Доходит. Так они отсюда или из сердца идут? Из головы. Из головы. Так что, вот, это вот интересно. То есть мы, на самом деле, здесь вот читая идеалисты Гегера, приближаемся к более правильному материалистическому пониманию вообще устройства природы. Нет там таких разделений. Потому что разделения, вот мы знаем, что есть клетки организма. Так эти клетки организма, они что, сильно разделены эти вот клетки? Как они, это сплошное, так сказать, это вот. Единство, правильно? Ну это клетки. Межклеточные мембраны есть. Вот мембраны, эти мембраны, они что, не переходящие или наоборот соединяющие? Ну они, ты так про общаться? Я не знаю. Я знаю. А я знаю, что они, эти самые мембраны, они пропускают то, что надо, и не пропускают то, что не надо. Потому что роль мембраны, вообще любые мембраны, они таким образом и действуют. Ну это да, это не мистера. Потому что если бы это была бы такая вот граница, предел, который его же... А пределом это что называем? То, что такая граница, которая переходит. Вот люди, не изучающие диалектики, они этого не понимают. А пока ее не переходит, она и не предел. Я дошел до предела. Ну давай дальше иди. Если ты дошел... Что такие рекордсмены, что они делают? Это люди, которые постоянно выходят за свой предел. За свою границу. А? За свою границу. За предел. Ну за границу, да, за границу, в общем, сам за предел. Так, нам надо уже заканчивать сегодня. Мы, значит, с вами познакомились вот с этим разделом, пообсуждали всякие примеры и еще раз убедились, что это очень близко к материализму. И даже некоторые выражения прямо отсюда взяты. И взяты прямо Лениным материализмом и эмпирикритицизмом. Так что все в науке так и бывает. Одни уже сделали кирпичи, а другие из них строят дом. А третьи пытаются разрушить этот дом. Так, 23-го. И, наверное, мы 23-го и завершим занятие. Последнее занятие 23-го числа, мая. Занятия в этом году у нас были с вами весьма успешными, потому что мы преуспели в материалистическом исцелковании идеалистической диалектики. Ну и идеалистическая диалектика не так уж она была сильно идеалистическая, не так уж была она построена, чтобы трудно было это особо делать. Не так уж это было и трудно, потому что она к этому подвела, к той границе, к которой переходит. То есть вот этот предел, эта вот граница между идеализмом и материализмом, она уже в таком состоянии была, что сам Гегель за него постоянно заходил. И пограничники, в виде Макса, Энгельса и Ленина, уже его отгоняли оттуда. Так, нет больше у нас вопросов? Тогда всем большое спасибо. Поздравляю с мастерами. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok